Привет, друзья! Давайте сегодня проведем такую коротенькую работу с возражениями. Вчера мне попалось очень интересное возражение. Девочка вчера мне написала, это сотрудник, наш конкурент, сотрудник другой сетевой компании. У них сейчас такая интересная политика очень. Они самоутверждаются за счет того, что поливают грязью другие компании. То есть, ну, это для них нормально. К радости, к большому моему счастью, мы так не работаем. Я сотрудник компании Арифлейм, и компания Арифлейм всегда работает открыто, честно. Мы не самоутверждаемся за счет того, чтобы... То есть, мы вообще не обращаем внимания на другие компании. Мы просто работаем. И вот вчера она мне написала так. Она говорит, вы знаете, у вас же там такой большой товарооборот, 5000, не меньше надо делать, а у нас вот 2000 всего. Вот, приходите к нам, у нас лучшее. Я говорю, а чем у вас лучше? Вы мне объясните, пожалуйста. Тем, что не нужно делать большой товарооборот? Вот, а вы знаете, говорю, что мне нравится делать большой товарооборот. Лично мне нравится. Обычно я на такие возражения никогда не обращаю внимания, я прохожу мимо. А тут вчера что-то у меня было такое хорошее настроение, я ей прям голосовым сообщением в одноклассниках все это отправила. Говорю, мне нравится делать большой товарооборот. Я обожаю продукцию своей компании. И она мне пишет, ну, вас же заставляют. Я говорю, меня лично никто не заставляет. Я сделала свой выбор, я взрослый человек. Я не ребенок пятилетний, которого можно там заставить, да, убедить. Меня очень трудно в чем-то убедить. У меня есть глаза, у меня есть мозги, у меня есть нос, я могу понюхать духи, которые я покупаю. У меня есть, я протестировала всю ту продукцию, которую я покупаю. Я обожаю делать большие заказы. Я обожаю нашу компанию. Меня никто не заставляет чистить зубы. Меня никто не заставляет мыть голову нашим шампунем. Меня никто не заставляет покупать помаду, помаду, качественную, классную помаду. Да, я раньше тоже где-то брала помаду на стороне. Когда мы же девочки, мы губы красим, но это элементарно. По-моему, нет таких женщин, которые не красятся и вообще не ухаживают за собой. Да, покупала. Вы знаете, я после того, как пришла в компанию Reflame, я поняла, что я лучше куплю дорогую помаду, хорошую. Я ее использую до конца, понимаете. Чем я куплю дешевую помаду, я ей помажу, именно не покрашу, а помажу несколько раз губы. Она превратится не понять в что. На ней начнет выступать масло какое-то или еще что-то. Я ее выкину. Дороже обходится. Дешевле купить одну хорошую, чем 10 вот таких вот непонятно каких. Я покупаю гель для душа. Меня это никто не заставляет брать. Он прекрасный гель для душа. Я гелем для душа моюсь. Я гелем для душа стираю. Белье замечательное. Белье замечательно пахнет. Не нужно использовать кондиционер. Он замечательно пенит этот гель для душа наш. Единственное, что выбираешь запах, какой тебе нравится. И все. Я гель для душа использую. Я мою им посуду. Вы знаете, это просто панацея. Я просто для себя открыла Америку. Потому что мы все привыкли, мы все берем моющее средство для мытья посуды. И раньше я брала моющее средство. Это если учесть, что я не аллергик вообще, полно, вообще. Я посуду мыла. После того, как я помою посуду, я в руки просто килограммами стирала крем для рук. Он просто впитывался в руки, как в губку. И руки все равно щипало и болело. Болели руки. Цыпки были на руках. Вы понимаете, нет? Я говорю, меня никто не заставляет сейчас, сейчас делать все, чтобы у меня не болели руки. Чтобы я была красивая. Чтобы у меня были красивые блестящие волосы. Потому что я покупаю краску для волос у себя. У меня большая коллекция духов. Я об этом сниму ролик. То есть у меня в планах. Как можно девочку заставить купить духи, если они тебе не нравятся? Как? Объясните мне, пожалуйста. Какой смысл покупать ароматическую воду, которую продают на каждом углу, которую ты брызнул один раз, и она до двери дошел, и уже от тебя ни запаха, ничего нет. И от нее могут остаться пятна на одежде, ну и так далее. Ну какой смысл? Я никогда у меня не было таких духов, пока я не пришла в компанию Арифлейм. Меня никто не заставляет это делать. Я обожаю свою компанию, я обожаю свою продукцию. И я буду еще больше покупать. Просто я еще чуть-чуть, я в шаге от директора. Я выхожу на директора, и я начинаю покупать еще больше. Мне нравятся сумки от компании Арифлейм. Мне нравятся вижутерии от компании Арифлейм. Мне все нравится. Понимаете, абсолютно все. Абсолютно все. Зачем я пойду в вашу компанию? И чем вы меня хотите удивить? 2000 товарооборотов. Дальше что? Я прихожу к вам, я покупаю, у вас неизвестно что на 2000. А все остальное я отнесу, отношу все деньги дяди, кому нет. Извините. У меня свой личный интернет-магазин. Мне компания подарила свой интернет-магазин. И я деньги приношу сама себе. И за то, что я покупаю сама у себя, мне еще за это зарплату платят. Нормально. Я не знаю, кто от этого может отказаться. Кто может отказаться от таких условий? Просто люди есть, которые немножко недопонимают, недослушают. Может быть есть такие люди, которым в данный момент это не нужно. Может быть есть такие люди, которые еще не созрели. И до таких людей достучаться невозможно. Бесполезно. Это я уж девчонки вам говорю, своей команде. Бесполезно. Нужно таких людей оставить. И вернуться к ним в какое-то, через какое-то время. Потому что, если человек не хочет, заставить его бесполезно. Знаю по себе. То есть, ко мне я пришла в компанию. Я нашла этот шанс только тогда, когда мне действительно это было нужно. До этого я не обращала на это внимание, на все эти предложения. И вот мы с этой девочкой вот так хорошо пообщались. И она ушла. Ну, в смысле, как она мне ничего больше не ответила. Видимо, она пошла к своим наставникам, чтобы они ей посоветовали, что на это можно ответить. Понимаете? То есть, что такое личный товарооборот в компании? И зачем его нужно делать? Вообще, если честно, его не нужно делать. Не хотите делать? Не делайте. Но если вы пришли сюда зарабатывать, если вы пришли, то будьте добры, вы поймите, вы просто разберитесь. Вы обсудите со своим спонсором, вы просто разберитесь, зачем это нужно делать. Вы все равно покупаете все то, что я и выше перечислила. Вы зубы чистите, вы голову моете, вы стираете. Вы губки красите, вы духами пользуетесь. Вы хотите быть красивыми и здоровыми. Вы все равно все это где-то купите. А так вам компания при регистрации дарит свой личный интернет-магазин. Купите все это у себя. Отменного качества, напрямую от производителей. Да, компания Reflame, кто-то говорит, компания Reflame, это очень дорого. Кто-то говорит, компания Reflame, это очень дешево. Вы знаете, здесь можно найти продукцию на любой кошелек. Но компания Reflame, ценовая политика очень гибкая. И компания Reflame подстраивается со своими ценами под ту страну, в которой она работает. Работаем мы более чем в 62 странах мира. Поэтому, в общем, ну не знаю, это мое мнение. Это я вам сейчас высказала свое мнение. Просто наболело, просто я захотела с вами поделиться вот вчерашним своим таким опытом общения с сотрудником другой компании. Ну все, пока-пока.